Центральный банк, простите за организм из 90-х, крушует спекулятивные валютные операции, знает, что совершается преступление, но при этом никаких обращений в генпрокуратуру не происходит. Ну, я бы не высказывался бы столь резко, потому что для того, чтобы дать возможность спекулянтам развлекаться путем манипуляции курсом рубля, Центральный банк просто достаточно самоустранится. Вот он самоустранился. Как говорится, умыл руки. То, что это противоречит его конституционным обязанностям, это 100%. Поэтому можно утверждать, что политика свободного плавания курса рубля идет вразрез с Конституцией, которая обязует Центральный банк обеспечивать стабильность национальной валюты. Алексей Ильич, вы готовы сказать, что в Банке России работают дилетанты? Я просто хочу понять взгляд профессионального экономиста. Там разные люди работают, но... Хорошо, руководство. Могу сказать, что те оценки, расчеты, которые мы видели, они поражают, во-первых, своей наивностью, во-вторых, своей необоснованностью, во-вторых, недостоверностью исходных предпосылок. И удивительным образом, вот мы ведем диалог уже с четвертый год, я плотно взаимодействую с Банком России через Национальный финансовый совет. Каждый раз, когда мы обсуждаем основы направления денежно-кредитной политики, я пишу особое мнение. И все три года мое особое мнение абсолютно точно подтверждается. Все эти прогнозы, которые я даю в своих записках, а мы же их обсуждаем... Но почему вас не слышат-то тогда? Я же вам говорю, ищите, кому это выгодно. Вот мы нашли... То есть ваши оппоненты, это очень серьезные, очень циничные люди. Ну поймите, значит, на кону стоят гигантские сверхприбыли. Сверхприбыли спекулянтов, достигаемые на манипулировании курсом рубля, это 60-80-100% годовых. Их никакая эта ключевая ставка не остановит. Центральный банк сам снабжает при необходимости через операции валютного репо и рублевого репо при необходимости, расширяя денежное предложение, спекулянтам предоставляя... Биржа предоставляет огромный кредитный рычаг под 10. То есть они на 1 рубль могут 10 рублей кредитно привлечь для своих спекуляций. И... Не за эти серьезные деньги они будут бороться. И никаких объективных, понимаете, никаких объективных причин для таких колебаний курса нет. Весь мир на нас смотрит с изумлением. Нигде в мире... Норвегия единственная из развитых стран, которая декларирует свободное плавание курса своей валюты. Но в Норвегии, извините, все валютные потоки под контролем государства. То есть, другими словами, вот эти суперрыночные экономики, которые считаются, да, американская, европейская, японская, нигде подобного не происходит. Более того, если бы это происходило, сейчас были бы уже громкие уголовные дела, были бы штрафы, были бы серьезные санкции и так далее. Вообще это страшно. Ведь в этом ничего сложного нет. Как устроен механизм биржевой спекуляции, знает, может научиться даже человек без высшего образования. Вот мы с вами договариваемся, предположим, у нас на рынке, мы знаем, что точно, центральный банк не придет. А у нас с вами, значит, есть друзья в американских хедж-фондах, там, значит, источники денег. И мы с вами начинаем сделки заключать в расчете, там, у нас роботы есть, которые все это делают. Мы начинаем очень быстро валить курс, друг с другом совершать сделки на понижение курса рубля. Вызываем панику на рынке. Весь народ начинает, там, кто, так сказать, этим занимается, сбрасывать рубли поскорее, значит, покупать доллары. Мы дожидаемся, когда эта паника достигнет пика, фиксируемся, продаем доллары, которые мы прикупили заранее, и уходим с рынка. Поскольку курс рубля занижен, в наше отсутствие он автоматически поднимается обратно. Один такой качок, это миллиарды долларов сверхприбыли. Опять же объясню, за счет утечки денег из реального сектора и обесценения наших с вами рублевых доходов. То есть расследовать эти вещи, пару пустяков, на самом деле. Но почему это никого не волнует, и самое интересное, почему нас привычает к жизни в такой реальности перманентного инфаркта. Сколько организм в состоянии инфаркта может прожить, если не стабилизировать сердцебиение? Да, это точно. Вот как раз про реальный сектор я хочу, чтобы телезрители канала «Царьград» сейчас увидели государственные расходы по 2016 году. У меня на прошлой неделе были станкостроители здесь, в студии, Сергей Юрьевич, это даже не смех. На отрасль выделено 2,7 миллиарда рублей из фонда поддержки промышленности. Весь фонд, я обращаюсь к телезрителям, 20 миллиардов. Это не то, что копейки на фоне тех цифр, которые вы назвали. Но, правда, нам стало известно, после выхода этой программы в эфир, в два раза было принято решение увеличить нас станкостроение, финансирование. Я не умоляю достоинства органов государственного управления, мне представляется вот эта публичная составляющая, когда мы начинаем давить, в том числе и на правительство, она играет свою роль. Ну, посмотрите, на всю промышленность 20 миллиардов. На покрытие криминальных банкротств российских банков, вы посмотрите, новую схему придумали. Как вымывать денежные средства сотнями миллиардов рублей. На гособлигации более 90 миллиардов направленные, я имею ввиду гособлигации Соединенных Штатов. Вот это что, объясните мне, как это может происходить, при том, что мы говорим о сохранении необходимости сохранения суверенитета собственной страны. Вы так много вопросов сразу задали, надо почистя их разбирать. Давайте, первое. Что такое деньги правительства, бюджет? Нет, это государство забирает налоги, в основном платят налоги бизнес у нас, небогатые люди, как во всех странах. Если там в странах передовых главная тяжесть налогообложения это на рантье, на тех, у кого огромные доходы, то у нас главная тяжесть налогов на предприятие, а в производственном сфере на труд. То есть основой всей системы налогообложения является труд. Добавленная стоимость, социальные налоги, налог на прибыль, это все налоги на добавленную стоимость, значит на труд. Государство забирает, по сути дела, на часть добавленной стоимости, которая могла бы оставаться в экономике, и затем распределяет так, как считает нужным. От того, что государство забрало с промышленности деньги в виде налогов, а потом вернуло в промышленность эти 20 миллиардов, это просто из одного кармана переложили в другой. То есть для экономического роста это все, ну, совсем бессмысленно. Главным источником финансирования экономического роста в современной рыночной экономике является кредит. Является создание денег за счет государственной монополии на эмиссию денег. С точки зрения экономической теории, кредит это главный способ авансирования экономического роста. Но по тем ставкам, которые сейчас есть, кредитов, все еще это же невозможно. Ставки, это процент, как сказал Шумпетер, процентная ставка это налог на инновации. Чем выше процентная ставка, тем хуже развитие экономики. Когда процентная ставка выше рентабельности обрабатывающей промышленности, кредит теряет смысл. Экономика, производственная сфера начинает жить только за счет собственных доходов. Она не может развиваться. И все современные экономики мира создают деньги для кредитования роста производства. Классический пример, который для нас очень поучителен был бы. Это пример восстановления послевоенной Европы. Некоторые наивные люди думают, что это американцы планом Маршала сделали европейское экономическое чудо. План Маршал это от силы 5% этого экономического чуда для торговли между европейскими странами в условиях валютных ограничений. А главный источник восстановления и роста Европы после войны это банальная кредитная эмиссия. Центральные банки Германии, Франции, других государств, которые лежали в руинах, кредитовали коммерческие банки под векселя производственных предприятий. И таким образом кредит шел. Деньги создавались под обязательства предприятий по наращиванию производства. Схема, кстати, близко к китайской современной, где деньги создаются под обязательства предприятий наращивать производство, модернизировать его, выпускать новые продукты. Более примитивный вариант, который сегодня реализует современная Европа и Соединенные Штаты, и также отчасти Япония. Это эмиссия денег под долги государства, под финансирование дефицита бюджета. Практически вся эмиссия долларов, которая резко выросла, я говорю, в три раза за последние 8 лет, идет на покупку облигаций казначейства американского. И когда американцы планируют свою денежную эмиссию ФРС, первое, с чего они начинают, оценивают потребность бюджета в новых займах, в том числе для обслуживания старых долгов. И эта цифра ФРС известна, которая печатает доллары. И это две стороны одной медали. Законодатель обязует Федеральную резервную систему США эмитировать деньги исключительно под государственные обязательства. Это либо прямой дефицит бюджета, либо обязательства ипотечных фондов государственных, либо каких-то других государственных структур. Разный инструмент. Так вот, когда наше министерство финансов для финансирования дефицита бюджета начинает занимать деньги за границей, это очень странно. Понимаете, нам лишние деньги не нужны в иностранной валюте. У нас положительный торговый баланс. У нас нет проблемы отсутствия денег для импорта. Это раньше Советский Союз. Так а для чего тогда это делается? Потому что хотят в Вашингтоне. В Вашингтоне им дают, так сказать, определенную методичку, по которой, собственно говоря, и организуется работа. Подождите, остановите. Это не эмоции, да? Давайте я завершу. Реальные рекомендации даются в Вашингтоне. Ну, они более того даются для нас одни, для Америки другие. Например, в Вашингтоне миссия МВФ России рекомендовала поднимать процентные ставки и внушала нашим денежным властям, что для борьбы с инфляцией нужно поднять процентные ставки, при этом не вводить валютных ограничений. В причине на то, что повышение стоимости денег привлечет сюда множество иностранных инвесторов, которые обеспечат стабилизацию макроэкономической ситуации и так далее. Да, инвесторы пришли, но только спекулянты.